Сергееву Евгению Юрьевичу, главному научному сотруднику, профессору Российского государственного гуманитарного университета, Институт всеобщей истории РАМ. Да, вот здесь очень много у меня организаций, действительно, я представляю три организации, но основная у меня все-таки Институт всеобщей истории, где мы с Татьяной Леонидовной главными научными сотрудниками. Но я также преподаю в РГГУ на факультете международных отношений, просто чтобы мы с вами тоже братские факультеты, есть такой ФМО у нас, и в ГАУ у меня тоже есть такой тоже университет. Прежде всего, большая благодарность организаторам, продолжу эту традицию выступавших за то, что вот можно очно встретиться после ковидных времен тяжелых и вот так обменяться мнениями очень интересными. У меня тема продолжает восточные направления, раз мы в Казани, тем более находимся, не случайно, значит, название вот перед вами, я не буду его озвучивать. И хочу только сказать, что вот связь с Петром здесь видится в том, что Петр вообще прорубил, так сказать, не только окно в Европу, но и на восток тоже, как мы знаем, с вами стремился, и экспедиции были посланы, поэтому здесь есть определенная связь. Еще там, я вам дальше скажу, еще есть одна интересная аналогия, но у меня уже период 20 века, вторая половина 20-х годов, и вот мировая революция. Общеизвестно, что вот эта идея мировой революции, понимаема как интернациональная солидарность, трудящаяся в борьбе за свержение правящих режимов, радикального преобразования социальных отношений, формировалась в представлениях политических и общественных деятелей на протяжении 17-19 веков. Свою законченную форму эта идея мировой революции, конечно, получила в манифесте Коммунистической партии, я думаю, всем известном, опубликованном Марксом и Энгельсом, напомню, в 1848 году. И текст манифеста не вызывал ни у читателя сомнений относительно целей авторов. Я цитирую здесь маленькая цитата. «Пусть господствующие классы содрогаются перед Коммунистической революцией», было написано. «Парлетариям нечего не терять, кроме своих цепей, приобретут же они целый мир». Этим, в общем, фактически завершается манифест Коммунистической партии. Ну и международными организациями, которые прямо поставили перед собой задачу осуществления мировой революции, стали сначала Первый, потом Второй интернационал и Объединение рабочих, созданные при участии основателей марксизма, однако их возникновение и деятельность по объективным причинам, рассмотрение которых выходит за рамки, конечно, моего выступления, не повлекли за собой немедленного перехода к осуществлению этой идеи. Только в результате мировой войны и Российской революции 1917-1922, как сейчас принята Великая Российская революция, концепция 1917-1922, сложились, как полагали тогда лидеры международного социалистического движения, реальные условия для раздувания мирового пожара, используя метафору Блока. И главную роль в этом процессе должен был сыграть уже третий коммунистический интернационал, Коминтерн, образованный, как мы все с вами знаем, 4 марта 1919 года на конференции левых сил, представителей левых политистил в Москве. Разумеется, не требует доказательств тот факт, что противники большевизма во всех цивилизованных странах восприняли создание Коминтерна, руководители которого сразу же приступили к практическому достижению своей главной цели, то есть мировой революции, как серьезную угрозу восстановлению миропорядка после войны, нарушенного глобальной этой катастрофой, и революционными силами, стремившимися использовать ситуацию для захвата политической власти. Социализм, я цитирую, или гибель в варварстве? Вот такой лозунг выдвинула пламенная германская революционерка Роза Люксембург в одном из программных документов группы «Спартак» «Социализм или гибель в варварстве». Ну и цель моего выступления состоит в общем освещении важного, но фактически не исследованного и остающегося дискуссионного вопроса, насколько реализация идеи мировой революции оказывала влияние на взаимоотношение двух крупнейших государственных образований первой половины XX века – Британской империи и Советского Союза. Я, конечно, не смогу остановиться на всех, так сказать, регионах, а сфокусирую внимание лишь на Среднем Востоке. Лишь на Среднем Востоке имею в виду Персию, Афганистан и Западный Китай или Синьцзян. Вот эти, почему именно на этих государствах или вот Западный Китай? Потому что они являлись контактными зонами взаимодействия Британской империи и Советского Союза, сменившего самодержавную Россию. Напомню, что правительство консерваторов во главе с премьером Стэнли Болдуином, министром иностранных дел Остином Чемберленом, пришло к власти в октябре 1924 года. Последовавшие несколько лет запомнились современниками, как период зигзагообразного развития двухсторонних дипломатических контактов от холодной отчужденности 1925-1926 годов через разрыв 1927 года и до нормализации в конце 1929 года, уже, правда, при эллибористском правительстве Рамсе и Макдональда. То есть мы видим с вами, что вот советско-британские отношения, они такие вот были амплитудные, так сказать. Амплитуда была большая их колебаний. Несомненный интерес вызывают разработка и попытки отшления стратегических планов двух держав вот в этих пограничных районах, которых я сказал. И задача реконструкции советской и британской внешнеполитической деятельности в указанный период, то есть вот середина, вторая половина 20-х годов, заставляет исследователи аргументировать ответ на закономерный вопрос об идее мировой революции в качестве главного мотива политики обеих держав. Вот хотя бы на этих пространствах Евразии. Возьмем Персию, да, выделим Персию как одной из важнейших стран, занимавших промежуточное положение между двумя империями на Среднем Востоке. Новый раунд их соперничества проходил на фоне утверждения режима Шаха-Риза-Пехелеви, пришедшего к власти в результате правительственного переворота 12 декабря 1925 года. Комментируя это событие, значит, этот переворот, руководители Коминтерна стремились использовать сепаратистские движения, которые, в общем, в Персии никогда не утихали полностью, и добиться создания в ряде регионов Персии различных таких автономных и даже независимых государств, которые бы потом можно было использовать вот в своих целях. Ну, примером служит северо-западный регион Персии, так называемая Гелянская Советская Республика, с перспективой ее присоединения к Азербайджану. Тем самым во второй половине 20-х годов фактически наблюдалась реанимация довоенной линии российской дипломатии. Не случайно ведущие персидские газеты пришли к следующему заключению. Они, то есть большевики, цитирую, желают привлечь к себе народы Азии для того, чтобы проложить себе дорогу к Персидскому заливу, Аманскому морю и Индии. Со своей стороны британская дипломатия также на словах выступала за консолидацию режима Резахана, предложив ему, помимо щедрых финансовых субсидий, помощь в реализации инфраструктурных проектов, развитии дорожной сети, строительства линий связи, аэродромов и морских портов. Поистине символом новой политики Лондона на Среднем Востоке должно было стать открытие в 1928 году регулярной авиалинии Лондон-Каир-Карачи через Персию. Однако в реальности британцы стремились прежде всего контролировать торговое судоходство в районе Персидского залива, но главной нефтедобычу через известную всем хорошо компанию Anglo-Persion Oil Company, акционерами которой, кстати, являлись некоторые высокопоставленные лица в кабинетах Уайт-Холла. Ряд историков справедливо обращал внимание на угрозу позициям Британии в случае формирования у границ Индостана военно-политического блока в составе Турции, Персии и Афганистана под эгидой СССР. Однако договоры между Анкарой, Тегераном и Кабулом о тесном сотрудничестве, заключенной в 1926-1928 годах, выступали прежде всего свидетельством неприятия этими государствами во главе с национальными лидерами как большевистской пропаганды, так и сохранения привилегированного статуса британских юридических и физических лиц. В это же время, то есть в середине 20-х годов, Георгий Васильевич Чичерин, который возглавлял Народный комиссариат иностранных дел, направил такое интересное очень послание в адрес Остина Чемберлена, главы Foreign Office, с предложением восстановить действие положений Российско-Британской конвенции 1907 года о разграничении сфер влияния. Конечно, вот такой шаг, такое действие со стороны Чичерина вряд ли заставлял говорить о каком-то экспорте мировой революции. Тем более, в страну, власти которой, я имею в виду Персию, жестоко преследовали членов местной компартии, в общем, это для Москвы не было секретом. Вот такая противоречивая политика кремлевского руководства, когда с одной стороны Коминтерн выдвигал различные планы распространения революционного движения на Персию и даже отделения каких-то частей, а с другой стороны, видите, такие предложения со стороны комиссариата иностранных дел, конечно, свидетельствуют о том, что какой-то единой линии в советском руководстве тогда по отношению к Персии, по крайней мере, нельзя о ней говорить. А результатом всех этих действий в дальнейшем стала, как мы знаем, политика равноудаленности Персии с 1935 года Ирана от Москвы и Лондона вместе с поиском опоры на третью силу, которой, по мнению иранского шаха, вполне могла стать гитлеровская Германия. И именно эта позиция привела в августе 1941 года, как тоже хорошо известно, к решению советского и британского правительства, о вводе войск двух стран, соответственно, на север и на юг Ирана, что и было сделано, где войска оставались до конца 1945 года, а советские даже до весны 1946 года, как известно, целый кризис был вокруг этого. Ключевое значение в контексте соперничества СССР и Соединенного Королевства на Среднем Востоке имел Афганистан. Это предмет постоянной заботы Лондона и Санкт-Петербурга, а потом Москвы, на протяжении десятилетий. Необходимо иметь в виду, что для Москвы важно было обеспечить безопасность границ сразу трех республик – Туркменской, Узбекской и Таджикской с 1929 года, она была создана, ликвидировав угрозу рейдов басмачей на их территорию. А для Лондона принципиальное значение имело блокирование путей гипотетического вторжения с территории большевистской Средней Азии в северо-западную пограничную провинцию британского Индостана, именно через территорию Афганистана. Иными словами, Афганистан рассматривался Кремлем и Уайт-Холлом в качестве значимого стратегического плацдарма, контроль над которым постоянно требовал крупных финансовых и материальных затрат. Ситуация осложнялась стремлением афганского эмира Аманулы. Он пришел к власти в 1919 году в результате переворота. И вот здесь интересная посылка к Петру Первому, потому что молодой эмир, вот эмир Аманулла, для него Петр Первый был идеалом государственного деятеля. Он всячески изучал, так сказать, все, что было связано с деятельностью Петра, результаты, так сказать, реформ Петра. И принял решение вот создать в Афганистане или идти в Афганистане по пути Петра. Поэтому, видите, вот возникает такая аналогия интересная. В своих целях, конечно, Аманулла стремился столкнуть лбами русских и англичан, получая субсидии от обеих сторон и направляя активность воинственных горцев, среди которых доминировали различные группы пуштун, против либо большевистского Туркестана, набеги отрядов басмачей, либо британского раджа, восстания в полосе свободных племен. По сообщениям британского посланника в Кабуле, Фрэнсиса Хамфриса, летом 1925 года в Кабуле находилось более 80 советских представителей, включая 29 военных летчиков-инструкторов, что в 10 раз превышало количество проживавших в столице британцев. И британцы очень, так сказать, испытывали большие опасения по поводу того, что вообще флот воздушный, вот Аманулла создает, эмир Аманулла создает с помощью советских летчиков, прежде всего. Хотя британцы тоже поставляли свои самолеты, там Бристоль они поставляли и так далее, Афганистану. Стремясь использовать ситуацию в интересах мировой революции со своей стороны, эксперты Коминтерна предложили высшему советскому руководству заключить секретное соглашение с эмиром по формированию повстанческих отрядов в северо-западной пограничной провинции британской для нападения на британские гарнизоны и лояльные им племена. И хотя эта инициатива была отвергнута большинством членов Политбюро, на очередном заседании инстанции, как Политбюро потом называлось, начиная с этих лет, да, инстанция, говорили так. Так вот, на очередном заседании Политбюро все же решили перейти к формированию в Афганистане широкой сети резидентов и информаторов, что вызвал резкий протест Чечерина. Чечерин опять здесь выступал, видите, против планов Коминтерна. Новый поворот внутрополитической борьбы в Афганистане, связанный с восстанием в 1928 году Бача Исакао, таджика по национальности, бывшего военнослужащего армии мира, окончательно похоронил надежду лидеров Коминтерна и поддерживших членов кремлевского руководства подготовить революционный взрыв на восточных рубежах Британской империи. Среди кремлевской верхушки возникли разногласия относительно характера и движущих сил восстания Бача Исакао. Если Коминтерновцы и руководители большевистских спецслужб оценивали это выступление как революционное движение против феодально-клирикального режима Аманулы, то сотрудники НКИД, то есть Народного Министерства по иностранным делам, углавляясь с Чечерином, его заместителем Львом Караханом, который считался курирующим восточное направление политики Советского Союза, считали лидеров оставших криминальным элементом, который пользуется содействием басмачей, а перспективы удержания власти близкими к нулю, в силу его не пуштунской, не пуштунской, он таджик был, как я уже сказал, этнической принадлежности и отсутствие какого-либо управленческого опыта. Советский Союз, впрочем, все-таки попытался оказать помощь Амануле путем ввода военного контингента численностью до 800 человек в Северный Афганистан. Но эта попытка закончилась ничем, потому что Аманула бежал из Кабула, бежал из столицы, не получил поддержки консервативно настроенного духовенства и старейшим большинства племен, отрекся от престола и покинул вообще Афганистан. И Москва вынуждена была отдать приказ о возвращении подразделений Красной Армии на советскую территорию в мае того же года, то есть советский этот контингент пробыл там примерно 4 месяца. Со своей стороны кабинет британский занял вот в этом конфликте между эмиром и восставшим этим лидером нейтральную позицию, ожидая результатов его окончания просто-напросто. Правление Бачи Исакао, объявившее себя 18 января 29 года новым эмиром Хабибуллой, оказалось действительно краткосрочным, кратковременным, его власть не распространялась далее столичной провинции, а режим так и не признали иностранные державы. В октябре того же года отряды героя Третьей англо-афганской войны 19-го года, бывшего военного министра Мухаммеда Надир Хана, заняли Кабул, где 1 ноября 29-го года лидер мятежа был повешен на центральной площади под восторженные крики большинства горожан. В конечном итоге, несмотря на продолжавшиеся племенные восстания, завершение смуты все же заставило Москву и Лодан приступить к политическим консультациям с правительством Надир Хана, уже нового правительства, завершившимся в начале 30-х годов подписанием соответствующих соглашений. Что же касается Афганистана, то главным итогом рассмотренных событий явилось сохранение государственной независимости на основе консолидации различных социально-экнических групп вокруг фигуры нового шаха Надир Хана. Таким образом, в обмен на отказ от отпыток большевизации этой страны кремлевское руководство добилось вместе с прекращением басмаческого движения, который заканчивается в начале 30-х годов, стабилизации положения на южных рубежах СССР. А Лондон, в свою очередь, получил гарантию безопасности северо-западных границ Британской Индии не только от вторжения извне, но и от выступлений племен при поддержке иностранных держав. К середине 20-х годов основной проблемой для советского правительства в Синьцзяне, то есть в северо-западном Китае, стал вопрос о сосредоточении там до 70 тысяч беженцев из России, среди которых так называемые непримиримые противники большевиков составляли по подсчетам социалистов 15-20%. Именно они создавали воинские союзы бывших офицеров белых, образуя, согласно донесениям информаторов ОГПУ, питательную среду для деятельности агентов британских спецслужб и антибольшевистского подполя на территории СССР. По свидетельству источников Уайтхол рассматривал Китайский Туркестан, как еще называли Синьцзян, одним из важнейших стратегических регионов на северо-западных подступах к британским имперским владениям. Чиновники колониальной администрации в Индии стремились контролировать транспортные пути через Западный Китай, пресекая транзит десятков революционеров и крупные партии оружия, которые пытались осуществлять агенты Коминтерна. При этом Москва и Лондон были в равной степени обеспокоены активизацией различных сепаратистских движений на территории Синьцзяна, цель которых состояла в отделении от Китайской Республики и провозглашении суверенного исламистского государства в Синьцзяне. Однако не в пример британцам некоторые советские руководители, включая Сталина, рассчитывали использовать сепаратистов для превращения Синьцзяна в опорный регион влияния СССР на страны Восточной Азии. То есть вы видите, насколько сложная была картина. Не такая, как в Советской Строгае традиционно показывалась, а гораздо более сложнее. Нужно это сейчас по-новому все оценивать. Эскалация деятельности Коминтерна и Советский Спецслужб в Китайском Туркестане, достигшей апогеи в конце 1926-1927 годов, выразилась, например, в организации беспрецедентного празднования 1 мая в Кашгаре. Кашгар – это один из таких урумчи, вообще столицы Синьцзяна считается, но Кашгар тоже один из крупных городов под красными флагами, а также в настойчивом стремлении большевистских эмиссаров установить контакты с Далай-Ламой. И, конечно, эти попытки встречали противодействие местных китайских властей, которые в ответ стремились заручиться поддержке британских представителей для того, чтобы нейтрализовать влияние революционеров и сепаратистов, не допустить отделения Синьцзяна от Китая. Я сейчас уже заканчиваю скоро. Подводя итоги, отметим, что предлагавшиеся некоторыми руководителями Коминтерна сценарии использования пан-исламистских движений на Среднем Востоке и в Синьцзяне так и не вышли из области амантюристических прожектов. Провал экспорта мировой революции на окраины Британской империи, означавший по метковому выражению бывшего министра иностранных дел временного правительства Милюкова, я цитирую, возбуждение всех, кого можно, против Англии имел далеко идущие последствия для страны Советов. С точки зрения внутренней политики, большевистское руководство во главе с новым вождем Сталином перешло к окончательной ликвидации рыночных отношений, искоренению остатков демократии и форсированному преобразованию России по тоталитарной модели. В плане внешней политики Кремль фактически вернулся к выполнению имперских задач, лишь прикрывая их достижения флером защиты интересов трудящихся первой в мире страны социализма. Наши исследования показывают, что советско-британские отношения в полной мере испытали на себе воздействие указанной трансформации. Подтверждением служит оценка их состояния, которую в середине 20-х годов представила своим читателям германская либеральная газета Frankfurter Zeitung. Ее процитировал в свое время Троцкий в брошюре о положении Великобритании 1927 года. И я тоже вам краткую цитату сейчас продемонстрирую. «Нынешняя напряженность англо-русских отношений вызвана не угрозой социалистической революции со стороны Коминтерна, а старым антагонизмом обеих стран в области мировой политики, антагонизмом, который не был ликвидирован мировой войной. В результате по всей линии, разделяющей сферы влияния обеих держав в Азии, воскресают старые конфликты. Средства борьбы изменились, но цели остались те же». Но это, в общем, мнение либеральной газеты, которую Троцкий поддерживает, и вот видите, он его приводит, соглашаясь с ним. Проведенное исследование не оставляет сомнений в том, что к началу 30-х годов серия дипломатических и военных мер, предпринятых Лондоном с одной стороны, и постепенное осознание большевистскими верхами без перспективности распространения мировой революции, по крайней мере, на страны Востока, с другой, превратили эту идею, идею мировой революции, из геополитической угрозы для Британской империи, как она оценивалась сразу после окончания Первой мировой войны, в типичное пропагандистское клише на страницах издания советского агитпропа. То есть вот эта идея, продолжаем, продолжаем, на самом деле она была уже выхолощена и беспреспективна, как вот показывает исследование. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова